АЛЬМАМАТР На абордаж. Как встретили 1 апреля студенты МГУ имени Кулешова. Мы расскажем. Вся правда от первого лица. Интервью с вектором Могилевского филиала Белорусского института правоведения. В новой рубрике «Деканат». Мозговой штурм устроили участники чемпионата по интеллектуальным играм «Мартовский лев». Ни дня без музыки, ни за партами на сцене учатся ребята из студенческого хора. Узнаем о них через пару минут. А начнем, пожалуй, с пиара. Победу на международном форуме «Пиар-кветка» впервые одержали будущие журналисты, студенты МГУ имени Кулешова. Наши ребята презентовали проект оказания срочной пиар-помощи гуманитарному университету и обошли более 40 команд из Украины, России и Беларуси. Да уж, в МГУ вообще умеют удивлять. Ты, кстати, слышала, как там отметили 1 апреля? Пиратской тусовкой. На ней побывала и наш корреспондент Надежда Мешкевич. И вот в кого она превратилась. Йо-хо-хоу, студенты! В настоящую пиратскую бухту превратился Могилевский университет имени Кулешова. Здесь даже можно раздобыть бутылку рома. Безалкогольного, конечно. А еще покататься на такси из-за аудитории и рассчитаться местной валютой – пиастрами. 1 апреля студентам можно все. Студенты в Тельняшках выстроились у таверни. За местную валюту пиастры тут угощают пиратскими блюдами. Настоящий пиратский ром. Только у нас, только здесь. На факультете математики и естествознания. Как докажете, что настоящий? Сейчас. Можете сами оценить. О, настоящий спирт. О, настоящий. Кто повелся на запах, отведайте-ка вместо рома компот. А студенты и вида не подают, что их разыграли. Настоящий. Начали готовиться заранее. Покупали тельняшки, искали шляпы, банданы. И сегодня все пришли такие нарядные. И прям чувствуется дух этого праздника. Ну, когда еще прямо на переменке студенты смогут выиграть тортик в лотерее? Или попытаться разгадать пиратский фокус? У кого есть первый номер 30? Кручу-верчу, запутать хочу. Еще раз, стоп. Любовь еще. Есть у вас первый номер 30? Стоп. Как ты это делаешь? На пиратской свадьбе не до шуток. Для влюбленных работает ЗАГС. Преподавателей тоже ждут сюрпризы. Из аудитории их забирает студенческое такси. А в коридоре висят шаржи, где даже декан превратился в капитана. Наши преподаватели с удовольствием дурачатся. У нас не одна. Я в костюме сегодня пирата. У нас на первой паре были преподаватели, которые занятия вели в костюме пиратов. И это, я считаю, здорово. Это уже 39-я юморина, что проводят студенты факультета математики и естествознания. Только в общем веселье никто и не заметил, куда же делся пиратский сундук с сокровищами. Йо-хо! А у нас сюрприз для студентов Могилевского филиала Белорусского института правоведения. Всё, ну или почти всё, что вы хотели знать о ректоре, но боялись спросить. Неожиданные вопросы и честные ответы от первого лица. В новой рубрике «Деканат». Иван Владимирович Башков, директор Могилевского филиала Белорусского института правоведения. Имеет три высших образования. Окончил Великолугский сельскохозяйственный институт, Академию МВД Республики Беларусь, магистр юридических наук. В течение трёх лет возглавляет Могилевский филиал Белорусского института правоведения. Я бы хотела спросить у Ивана Владимировича, как выжить во время сессии? Те, кто ходит к преподавателю, даже если он не пропустил там иногда лекции, но если он ходит на практические занятия постоянно, не прогуливает, значит, ну, беспокоиться особо нет. Иван Владимирович, верите ли вы в знаменитую студенческую халяву? Ну, конечно, есть везение. Есть же вопросы, которые вроде бы всё проштудировал, а один билет остался на потом. И везение в кавычках может этот билет достаться. Или же наоборот. Вроде бы там пять билетов просмотрел, а вдруг повезёт. И именно повезло в том, что... Поэтому, ну, бывает и такое. Иван Владимирович, скажите, пожалуйста, самое яркое воспоминание из вашей студенческой жизни. Петь нужно было и танцы, и музыка, и... Ну, в некоторой степени ещё тогда и увлекаясь народными инструментами и гармошкой. Когда, будучи студентом, аналогично, что... Сами веселились. Ну, кто было развлекать? Это магнитофон, это проигрыватель и гармошка тоже. Интересно, какую музыку любит слушать наш ректор? Басков и Киркоров и... Ну, в основном, вот эти, да, многие сегодняшний день, да, с удовольствием. Хорошую, хорошая песня, хорошую музыку, хорошую классическую музыку. У студентов любимое блюдо – пельмени. А мне интересно, какое любимое блюдо у нашего ректора? Ну, белорусские драники с удовольствием. Белорусское сало поджаренное вместе с луком – тоже одно из таких блюд, которые... Ну, так, к еде непровередливо. Иван Владимирович, как вы думаете, что самое главное в студенческой жизни? Получить хорошее знание для того, чтобы ты завтра вышел и твёрдо стоял на ногах. Сдружиться и вот это студенческое братство, студенческая дружба, которая остаётся на всю оставшуюся жизнь. Вы должны успеть и учиться, и влюбляться, потому что это время вот именно отведено вам. А студенты Белорусско-Российского университета готовятся принять участие в акции «Зробим». Это часть всемирного движения «Let's do it», который объединяет 112 стран. А дата большой волонтёрской уборки – 9 апреля. Студенты приглашают всех желающих вместе убрать лес около Полыковической краницы. Со своей стороны обещают перчатки, мешки и горячий чай с печеньками. А ещё недавно в Белорусско-Российском университете состоялся 20-й турнир по интеллектуальным играм «Мартовский лев». На нём побывала съёмочная группа «Альма-Мата» и узнала, что эрудиты – ребята не только умные, а ещё креативные и весёлые. Самые эрудированные и сообразительные. Не ищите их в библиотеках и лабораториях, потому что все они здесь, в Могилёве. На молодёжном турнире по интеллектуальным играм «Мартовский лев». За звание чемпиона борются более 40 команд из Белоруссии и России. В юбилейных 20-х играх участвует 200 человек, в том числе интеллектуалы из Германии. В течение двух дней им предстоит ответить на 300 вопросов. Темы разные – культура, спорт, техника. Самое любимое – вопросы на смекалку. Ответ может прятаться и в самом вопросе, намекают организаторы. Мы пытались сегодня в разминочной игре оставить и ключевые слова, как вы могли заметить, подсказки. То есть подсказываете, ребята. Да, бывают подсказки, но эти подсказки тоже надо уловить. Турнир «Мартовский лев» – это солянка всем известных игр. Музыкальная шкатулка, своя игра «Эрудит лото» и «Что, где, когда». Ответьте, не задумываясь. Что, где и когда? Что «Мартовский лев», где в Белорусско-Российском университете, проходит именно сейчас. Что, где, когда? Весна на улице в марте. А вот я вижу команду, в которую, я кажется, отлично могла бы вписаться. Привет, ребята. У меня форма такой же цвета, как и у вас. Возьмете в команду? Не вопрос. Тем более, девчонок-то у вас нет. Вот сейчас будет. Ну какой из меня «Эрудит»? Зато шпион отличный. Отправилась на поиски ответов и… Я обнаружила за сценой еще одну команду. Или это не команда? Кто же это? Давайте знаем. Ребята, привет. А вы кто? Ласточки. Ласточки? Вы команда? Ласточки, стрижи? Мы собираем ответы и раздаем раздаточки. У нас есть задания, так что, думаю, мы знаем все ответы. Может быть, я украду у вас один вопрос? Можно? Реально, не пускают. Ребята, ну ладно, я же для себя. Ну, я понимаю. Простите, солигарчане, я пыталась. Три-четыре. Горь, цирк! Насколько процентов вопросов отвечают именно девушки в вашей команде? 92,5. Это правда, ребята? Да, конечно. А вы здесь для чего? Мы для количества. Ребята, откуда вы? Климовичу. Климовичу Могилевского. Климовичу. Почему ваша команда называется «Откуда»? У капитана, спросите. А откуда вы? Потому что капитан все время креативит. Интересно, что у одной из участниц смоленской команды я заметила на блокноте записки сумасшедшего. Это что такое? Не прячем. Это мой блокнот, где я записываю вопросы на тех турнирах, на которых мы выступаем. Почему сумасшедшего? Потому что иногда ответы бывают безумные, которые вообще не подходят под форму, ни под что. Окей, Гугл. Как называется подвижное звено кулачкового механизма? На самом деле, ребятам запрещено пользоваться всяческими гаджетами. И за этим строго следят вот эти вот охранники. Привет. Я заметила, что ты тоже используешь гаджет. Что ты там писал? Что ты проверял? Может быть, свое эрудит? Нет, я эрудит и увлекаюсь вот этим вот. Я писал ВКонтакте друзьям. Но еще нужно будет идти на одном. То есть, вместо того, чтобы следить, чтобы ребята не использовали гаджеты, ты переписываешься с друзьями ВКонтакте. Отлично. А вот эрудиты в соцсетях время не убивают. Перед мозговым штурмом собирают кубик Рубика, разгадывают кроссворды и уплетают бутерброды. Два игровых дня пролетели как миг. И вот итоги. Кубок чемпиона турнира «Мартовский лев» завоевала Могилевская команда «Шулер». Остальные участники духом не пали. Уверены, отыграются в следующем году. Кубик «Мартовский лев» мы победили! Мир, зацени. Песня весенняя апрельская. В юно месяце апреля, в старом парке. Стоп, Ань, пожалуйста, перестань. Во-первых, снег уже растаял, а с ним и мое чувство жалости. Поэтому я тебя прошу, больше не пой. Ну почему, Миша? Потому что тебя слушают студенты. В том числе и Могилевского филиала Белорусской государственной академии музыки. Представляешь, как у них уши вянут от твоего пения? Тогда пусть дадут мне мастер-класс. Ну ладно, напросилась. Надеюсь, после этого ты передумаешь. Это занятие в Могилевском филиале Белорусской государственной академии музыки и обычная пара и подготовка к очередному международному конкурсу. Хор академии студенческий. И при этом уже давно выступает на музыкальных фестивалях наравне с профессионалами. 45 талантливых и музыкальных студентов. Не помню, кто говорил, но хоровой коллектив – это идеальное общество само по себе. И почему в советское время внедряли специально хоровые коллективы везде, во всех предприятиях, на всех заводах, потому что это действительно социализирует очень людей. Мы очень много занимаемся. У нас хор четыре раза в неделю. Как бы просто не петь невозможно. Учеба в Академии музыки – это еще и возможность для студентов петь, путешествуя по стране и миру. Я только пришла, и мы уже съездили в Болгарию, были несколько раз в Минске. Также мы принимаем активное участие во всех городских мероприятиях, районных, также республиканских, вот Дожинки были, мы тоже там принимали участие. Очередной на музыкальной карте этих молодых людей стала культурная столица России – Санкт-Петербург. А в копилке побед появилась еще одна – гран-при престижного международного конкурса «Песня над Невой». Как сказал председатель жюри, потом в таком, так сказать, разборе полетов, с вашим хором я полетел бы в космос. И первая реакция у меня была такая в космос – это зачем, оказывается, за звездами. Уже в апреле студентов ждут в Москве для участия в новом проекте под названием «Союзный хор». И мы уверены, голоса могилевских ребят в очередной раз покорят международную сцену. Да, куда лучше мне. Прощай, Евровидение. А на этом у нас все. С вами была самая студенческая программа «Альма-Матер». Мы ждем вас на «Беларусь. Четыре могилев». И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. А можно только для тебя, ну, последний раз. Юно, месяцы, апрели. Аня, я сейчас как крылатые качели начну свой разбег от себя подальше. Я просто не стоит анализ начала. Подожди. Старый паркитает снег. И крылатые качели. Ну, и ша. Ты реально думаешь? Я реально думаю, что я клево качели. Девайтесь. Черезненько. Кого? Не знаю. Ой. Сейчас психика детская будет нарушена. На петь начнем. Дайте ему посчитать разочек. Он даже не знает, о чем со мной говорить.